Причем чем более прокачанная конференция, тем чем более там такие вот нердовские люди, тем скорее там все заглючит. Меня зовут Дмитрий Гульский, я партнер Хаксус. Это фонд, группа предпринимателей, известная некоторыми проектами вроде Маскарада и другими. Также я создатель нескольких компаний, одна из компаний это Фло. Меня мои друзья-подельники недавно на собрании сильно критиковали, что про нас мало знают, поэтому нам трудно нанимать и сказали давай, типа ты самый известный, иди отрабатывай, рассказывай про наши великие достижения. Я естественно не очень хотел ощутить тебя куда-то что-то разговаривать, я бы лучше конечно сейчас бы чего-нибудь выпил, но раз наши подельники требуют, иду и расскажу все без басворц, как хотят все самые страшные тайны. Фло это объективно один из самых успешных продуктов, созданных на территории Баруси. Это безусловно, он входит в пятерку самых успешных продуктов в Беларуси, как по оценке, так и по значимости, по всему остальному. Сейчас это продукт, который по размеру активной аудитории и месячным инсталлом в своей категории, в категории женских приложений, находится на первом месте в США и на втором месте в мире. Наша активная аудитория, месячная активная аудитория превысила 8 миллионов, и где-то в сентябре мы получим 10 миллионов активной месячной аудитории. В мире мы сейчас вторые по величине активной месячной аудитории, мы примерно вдвое превышаем сейчас по скорости роста спонсора Клю. То есть мы обошли уже Клюя по величине месячной аудитории, мы давно их обошли по позициям в апсторах, мы давно их обошли по инсталлам, я думаю, что мы их обойдем абсолютно по всему. Где они, кстати? Обычно, если мы откроем американский апстор, мы увидим нас где-то в первой пятерке, бывает на первом месте, бывает на втором, бывает на третьем, но ниже пятого места не спускаемся, и это чисто органика, мы не закупаем трафика в американском сторе. Я не буду здесь подробно рассказывать про суть фло, фло, потому что, наверное, это не очень соответствует интересам присутствующих, я только отмечу, что фло состоит, ну для понимания всего остального, что будет происходить, что он состоит из двух фактических частей. Это трекер, то есть приложение, в котором женщины отмечают различные свои симптомы, самое главное, месячные, получают прогнозы. И это такой фит, такая лента, где есть, куда поступают различные советы и различная социалка, которые, советы, которые даются на основании введенных ранее данных, то есть мы называем это Health Insights, то есть есть две таких существенных части. Вот это текущая карта рынка. На данный момент у нас есть только одно приложение, которое по инсталлам и по активной месячной аудитории превышает нас. Это вот такой олдскульный период оттеки, очень старенький календарик, но мы их по инсталлам практически догнали, но по активной аудитории еще придется постараться, то есть у них активная месячная аудитория где-то 20 миллионов. У нас сейчас 8, где-то в сентябре будет 10. Вот. Ну, соответственно, вот спонсор этого мероприятия сейчас сильно уже отстает. Вообще этот рынок состоит из нескольких, из двух больших групп. Есть приложения, которые направлены на решение проблемы фертильности, чтобы забеременеть. Есть такие более как бы попсовые что ли продукты, которые направлены на другие задачи, более повседневные. Мы поставили фло в этот сегмент более повседневных приложений, но я потом скажу и про его большую идею в самом конце, то есть он окажется, в принципе, на этом чате совершенно на уникальной позиции, у него не будет аналогов. Вот тут помянулось про специфический рынок. Ну, рынок может быть специфический, но он достаточно хорошо профинансированный. Например, ну, больше всего на этом рынке поднял китайский продукт Meet You больше 200 миллионов 500 раундов. Вот Клюя подняли 30 миллионов. Я могу это анонсировать, наверное, я впервые это анонсирую, но это будет не официальный анонс, но я его анонсирую. Мы в июне закрыли наш второй раунд. Мы закрыли второй раунд размером 5 миллионов долларов на интенсивное развитие. Таким образом, в данный момент мы подняли под этот продукт 6 миллионов долларов. Ну, понятно, что из этих 6 мы пограли только 1 миллион в данный момент, то есть остальные 5 у нас сейчас в распоряжении, потому что мы только закрыли раунд. Ну и публичный анонс будет где-то там ближе к сентябрю, когда будет проще работать с прессой. Вот это то, как мы росли. Такой инсайт из инсайдов. Я дам некоторые существенные комментарии по этому поводу. То есть это одна линия – это Android, другая линия – это iOS. То есть мы практически так не сильно отличаемся по активной аудитории, то есть у нас очень близко почти 50 на 50, Android и iOS. Вот. И что самое главное в этих графиках? Вот что нужно понять тем, кто начинает свой продукт? Самое главное – это вот эта вот часть. То есть мы, когда начинали этот проект, мы были уже очень опытные. То есть у нас была экспертиза, наверное, одна из лучших в стране, потому что мы работали начиная с момента появления фактически App Store, практически в этом сегменте. Мы запустили много продуктов в разной теме, и мы абсолютно ясно, четко понимали, что нужно делать. И это была абсолютно запланированная изначальная история. Никакой здесь случайности не было. Но даже у нас ушло достаточно большое время на то, чтобы этот проект разогнать. Почему так произошло? Это связано с тем, что если не вливать деньги конкретно в трафик или не балансировать монетизацию закупкой трафика, а пытаться идти на органический рост, то App Store, вообще говоря, сопротивляются твоему органическому росту. То есть App Store, они сделаны таким образом, чтобы с ними поменьше манипулировали. Поэтому они к тебе относятся, к любому новичку они относятся очень, скажем так, осторожно. И поэтому любые твои оптимизации и так далее, они начинают срабатывать через некоторое время. То есть App Store начнет смотреть, какая у тебя аудитория, какой ты ретеншн, как ты давно находишься, насколько там у тебя правильно оптимизировано за страница. Но все это начнет срабатывать очень и очень и очень постепенно. Совершенно невозможно сделать что-то очень правильно, это вкинуть, если не возникнет там виральности или не закупать трафик, то даже если все сделать совершенно идеально, быстрого роста органического не будет, именно потому что App Store, ну я, когда говорю App Store, я производиваю магазины-предложения, то есть Google Play и Apple App Store, они построены таким образом, чтобы сопротивляться любым манипуляциям. Они очень инертные, они сопротивляются манипуляциям, и они очень сильно присматриваются к тебе, прежде чем начнут тебя повышать. Поэтому даже если ты все отлично знаешь, тебе сразу разогнать какой-то продукт будет практически невозможно, потому что так работают App Store. Кстати, вот здесь упомянуло, что эта тема специфическая. На самом деле она совершенно не специфическая, но во многом наши успехи, они базируются на том, что почти все создатели компании, инвесторы и так далее мужчины, им эта тема кажется специфической. И поэтому впервые мы о этой теме подумали, наверное, в году 2012, там-то еще вообще ничего не было. И вот в момент уже сложился очень конкурентный рынок фитнес-истории, а на этом рынке было там пару олдскольных продуктов, которые имели очень хорошие показатели, но при этом чего-то приличного не возникало. Я с годами понял, почему это так получилось. Я нашел только одну причину. Она заключается в том, что просто тем, кто мог это сделать, это было просто, ну, как сказать, не в кайф, не в сексе, да, ну, то есть заниматься каким-то менструациям и так далее. То есть профессионалы просто не хотели идти в эту тему. А так как не было в отличие от фитнеса еще каких-то знаметных экзитов, и на тот момент еще не было больших инвестиций, большие инвестиции пошли, наверное, год назад, даже не было каких-то особых коммерческих образцов для того, чтобы тупо ринуться за бабками. Поэтому причина, почему этот рынок не раскачивался, оно не носит каких-то рациональных причин, они такие чисто, ну, гендерные, такие чисто гендерно-стереотипные. То есть чтобы заработать на этой теме, надо смириться с тем, что вас будут называть менструал-тим. То есть ты не готов смириться с тем, что тебя будут называть менструал-тим, типа за этими деньгами лучше не идти. Это вот интересный инсайт. Я скопировал два кусочка из двух наших документов. Один документ писался год назад, ровно год назад, а второй документ писался сейчас. И год назад мы как такую большую цель ставили, что через два года у нас будет 23 миллиона МАУ. Реально у нас через год уже больше 8 миллионов МАУ, и мы понимаем, что вполне есть потенциал сделать через несколько лет и 100 миллионов МАУ. Причем это не болтовня, мы отлично понимаем, каким образом это можно сделать. И это все очень четко просчитано. То есть из этого вывод какой? Что не надо занижать цели. То есть занижение цели занижает и результат. Надо ставить цели повыше. Они, конечно, должны быть какими-то объективными вещами обоснованы, например, размером рынка. Но не нужно ставить маленьких целей. Это одна из проблем белорусов. Почему от белорусов редко получается большой бизнес? Потому что белорус человек померкован, он больших целей не ставит. То есть вот мы летаем как бы так низенько-низенько, не рискуем, цели ставим маленькие. А так как цели ставим маленькие, результатики у нас тоже не очень. На чем основывается такой быстрый рост фло? Ровно на том, на чем основывается быстрый рост совершенно любого продукта. В принципе, любой продукт живет в том случае, если у него есть одна метрия, которая является самой важной. Это ретеншн. Это то, что пользователи должны возвращаться. И есть меня часто спрашивают, а как понять, что я сделал говнопродукты, что мой проект сдохнет, его надо закопать, как бы забыть и все. Есть очень простой критерий. Есть ретеншн или нет ретеншна? Если ретеншна нет, он и не появится. Вот все эти слова, что мы там перекрутим 150 фичу и так далее, и у нас появится ретеншн, вот это никогда не работает. То есть он сразу либо есть или нет. То есть сразу может не быть того, что называется engagement. То есть engagement – это частота использования, длина сессии и так далее. Вот эти количество оставляемых данных, ну вот то, что как, насколько пользователь влипает в приложение. Но если сходу с простой версией продукта нет того, что называется ретеншном, и прежде всего я имею в виду rolling retention, то ничего не получится. И вот я выявил исторические данные, но я выявил, нет, с самого начала это вот одни линии, это вот более поздние – это Android, а более светлые – это IOS. И видно, что с самых ранних продуктов уже был высокий уровень ретеншн. То есть это рейт четвертой недели был примерно 50%. То есть это то, что было изначально. Вот. И вот там выше есть rolling, график rolling retention. И видно, что у фло примерно падает количество пользователей за 2-3 месяца до 50%, и дальше это падение стабилизируется. То есть дальше чарны практически нет. И вот эта способность оставлять у себя половину приходящих пользователей, это есть гарантия того, что у тебя будет высокая скорость роста. И для меня, в принципе, это критерий того, ну вообще продукт жизнеспособен или не же способен. То есть если я не вижу ретеншн, я хочу сразу убить продукт, что мы, собственно, и делаем. То есть я якобы здесь выступаю не только как на создатель флота. То есть мы создавали много продуктов, и много из них о них никто не узнал, потому что мы примерно там большую часть продуктов, вот если мы не видим базовых метрик, мы закапываем и все. То есть списываем и идем дальше. Ну вот сейчас задает вопрос, а с какой должен быть ретеншн? Ну вообще здесь каких-то таких стандартов, потом я покажу, что на графике уникальных, одинаковых для всех нет. Это в принципе зависит от типа приложения. Понятно, что у игры там или социальной сети совершенно разные параметры ретеншна. Но есть у хороших приложений, есть одно общее качество. Вот здесь есть график, это для Android приложений, для лидерующих Android приложений в App Store. Видно, что у тех приложений, которые очень популярны, у них почти всегда уровень ретеншна достаточно высокий. Почти всегда. То есть здесь исключений классически не бывает. То есть если что-то нужно, люди это используют. И вот здесь такой интересный график, он приклеится, каяться с тем, что я сказал, почему помирают стартапы. И самое главное, почему помирают стартапы, это то, что самый большой красный сектор, это то, что они просто делают то, что никому не нужно. А как узнать, что это никому не нужно? Но это означает, что пользователь пришел и ушел. И соответственно у ретеншна будет такая форма буковки G. То есть вот такой крест стартапа. Ну такая известная картинка, она сводится к тому, что как правильно строить продукт. Из-за того, что изначально в принципе непонятно, этот продукт вообще будет живой или не живой, лучше его строить по формуле MVP. То есть строить минимально жизнеспособный продукт. Здесь важны все слова. То есть минимально означает, что у него буквально удалить буквально один элемент и все, у продукта нет. А жизнеспособный означает, что он может использоваться как полноценный продукт. То есть это не имитация какая-то, это не какой-то элемент, это именно полноценный продукт. Делать со старта что-то более сложное, это почти наверняка зафейлиться. Потому что даже у нас с нашим опытом и так далее продукты получаются меньше, чем в половине случаев, если так по статистике посчитать. Я думаю, что у людей с меньшим опытом, с меньшей экспертизой, охватом это будет получаться еще более редко. Одна из очень частых ошибок при построении продукта, то что считается, что чем больше функций, тем лучше. На самом деле это абсолютное зло. Чем больше функций, тем хуже. Потому что, почему? Потому что люди, они сейчас не готовы напрягать мозг ни на секунду. То есть они готовы напрягать мозг лишь в том случае, если вот крайне необходимым. Если вот без этого никак, тогда люди готовы напрячь мозг. Если в этом нет крайней необходимости, никто мозг никогда не напряжет. Поэтому если делается сложный продукт, человек открывает и видит, что он сложный, он просто уйдет, он даже не будет в этом разбираться. И просто даже до разбирания в этом продукте никто не доберется. Вообще самый… Раньше мы думали, что идеальный продукт – это продукт, в котором есть большая красная кнопка, под которой написано «сделай мне хорошо». Ну то есть нажимаешь, и происходит то, что надо. Но сейчас я понимаю, что это очень сложный продукт. Хороший продукт должен быть таким, что даже бы кнопки не было. То есть он должен сделать хорошо вот сам. Типа сам понять, что значит хорошо, и сделаться хорошо, никакой кнопки быть не должно. Но Игорь, не надо смущаться своего первого продукта. В принципе, все первые продукты у всех великих компаний выглядели достаточно подшиво. И в принципе, ни на что-то особо не повлияло. Вот. А как правильно развивать продукт? По моим наблюдениям, мы сделали много продуктов, и обнаружили, что вообще, вообще говоря, то, что ты планируешь, и то, что в итоге работает, вообще никогда не совпадает. Ну вот вообще никогда. То есть сколько мы не делали планов, что у нас будет такая-то артектура и вот это заработает, вот никогда так не получается совершенно. Почему так не получается? Я думаю, это происходит из-за того, что когда, если ты планируешь какой-то продукт, ориентируясь на существующие продукты, ты смотришь прошлое на несколько лет, а тебе работать с будущим через несколько лет. А за это время, вот, например, за эти 5-6 лет, что между этим будущим и тем прошлым, на которое ты ориентируешься, когда пытаешься с конкурентов слезать лучше продукт, многое меняется. И поэтому такой вот подход, что мы спроектируем и все изначально там по схеме и все будет работать, такого не получится. Самый грамотный подход это изначально выпускать очень простой продукт, очень простой, максимально простой, в котором есть только одна там самая базовая функция. А дальше добавлять потихонечку элементики и измерять, как эти элементики сказываются на необходимых метриках, как они сказываются на пользователях. Если видно, что добавление какой-то метрики, какой-то элемента плохо сказалось или никак не сказалось, это надо сразу удалить. Если добавление сказалось хорошо, это можно оставить. Но вообще удаление функции это гораздо более важный подход, чем удавление функции при создании продукта, это гораздо более важно, чем добавление функции. То есть это очень критическая мысль, потому что если только добавлять, добавлять, добавлять и так к этому относиться, что в хозяйстве все сгодится, то продукт становится экспоненциально сложным от ком становится комбайном через некоторое время совершенно неизбежно но и пользователям становится не нужен я уже сказал что базовая базовая метрика для любого продукта это retention но вообще говоря для успешного продукта только retention недостаточно скажем продукт в котором пользователи возвращается один раз в месяц на типа на одну секунду может иметь высокий роллинг роллинг но он не будет успешно то есть на нем заработать будет крайне проблематично любым совершенно методом то есть для того чтобы продукт все можно было заработать у него должно быть особый комплекс метри которые комплекса называется engagement как бы вовлечение обычно под энгейментом понимают частоту сессии длину сессии количество действий ну и так далее типа вот так как пользователи глубоко вот в это все влип вот у меня есть такой интересный график как различные продукты распределены между тем насколько какой них в большой большой ретеншин и насколько часто вы используете то есть это фактически пересечение ретеншина с engagement естественно что все мечтают вот попасть в этот сегмент там где и ретеншина высокий и engagement высокий на самом деле это достаточно непросто и фактически даже вот флорик те кто сделали этот график не показывают что есть только две категории продуктов которые одновременно имеют и высокий ретеншин и высокий engagement это коммуникацию то есть личной социальной сети как правило и приложение новостей такого типа мы сейчас находимся вот примерно в этой точке то есть нас высокий ретеншин и умеренный engagement и для нас одна из самых ключевых задач это каким образом увеличить величину энгейджмента но прежде всего это количество сессий и длину сессии вот и для того чтобы решить эту проблему во многом и было создано то что показывал в начале это лента с инсайтами и социальной частью она уже запущена достаточно хорошо работает это я сейчас не буду погружаться в ее идеологию вот но это метод отойти как бы от родовой проблемы продукта как утилиты и переместиться из этого вот сегмента который ну вроде неплохой но не совсем стипа сексе в этот сегмент где мечтают все попасть классический вопрос можно расти только органический или нужно закупать трафик мы на самом деле достичь из-то органические вот до того момента как я провел линию мы вообще не до этого момента и не закупали трафик ни в каком виде с этой точки мы стали умеренно закупать трафик и постепенно бюджеты немножко стали увеличивать зачем мы это стали делать потому что есть на это несколько причин во-первых закупка трафика если она делается правильным образом она в принципе может поднять и органику например очень хорошо работает на поднятие органики закупка трафика через от search то есть через поисковую рекламу в сторону если еще другие методы при помощи которого закупка трафика может работать на повышение органики во вторых у любой органики есть свои очень серьезные лимиты роста они включаются в том что сейчас уже мы начинали очень давно мы начинали там в девятом даже может конца восьмого года и в те времена вообще все было очень просто то есть вкинул платное приложение в appstore ну и получая бабки потом стало понемножку сложнее еще сложнее еще сложнее сейчас стало очень сложно и основная сложность которая отличает нынешние времена от тех времен заключается в том что сейчас вот пользователи они не лезут в appstore для того чтобы там что-то искать но они это делают очень редко то есть потом когда там кто-то наивный в том и часто при вгоним это в топ и получив трафик нет давно уже никакого трафика в топах то есть все давно изменилось пользователи ищут они ищут приложения но среди тех кто ищет и те кто не ищет вот эта категория тех кто и не ищет на настолько больше тех кто ищет что а в принципе если ограничиться одной органикой то ты в принципе ставишь фундаментальные фундаментальные ограничения для своего роста причем эти фундаментальные ограничения для твоего роста они будут со временем только нарастать поэтому с определенной точки это совершенно становится неизбежным и со временем со временем это будет становиться все более и более и более актуальным об органике существует много пользовательских легенд о том как вообще увеличить органику в appstore что на это влияет на самом деле самом деле про это никто точно не знает существует масса гипотез но есть то что объективно серьезно влияет я об этом сейчас поговорю то здесь вот я специально поставил диаграмму про всякие пользовательские легенды как-то что может влиять никто точно не знает что и как влияет в какой степени ясно лишь одно что влияет очень много и в разной степени что appstore и они очень сильно упираются к тому чтобы ими манипулировали смотрите вот я показал как это сейчас самое главное есть две вещи которые определяют сейчас то сколько ты соберешь органики это то где ты находишься по выдаче по кейвордам то есть пользователи сейчас не ходят в топы а если уже доберутся до апстора они будут вбивать то что им нужно например период текера и где-то находишься по этой выдаче и определит твою органику причем если ты находишься там ниже третьего места то почти ничего не хочет ничего эти от органики не достанется то есть важно находиться там на первых позициях то есть первая позиция заберет очень много 2 3 там еще что-то все что будет ниже она там же останутся какие-то крохи то что люди просто до этого не долистают я вот привел реалистичный график он вверху показано наше постепенное движение по основному в сша по основному кейворду период лейкер а внизу показано как росли органические инсталлы в сша это абсолютно напрямую связанные вещи если вы растете по кейвордам то вы растете по органике как расти по кейвордам это отдельный вопрос достойно там целой конференции наверно на этом останавливаться сейчас не буду самое главное это надо постоянно 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 проводить оптимизацию страниц и искать название и так далее искать то сочетание различных параметров которые работают плюс очень сильно будет работать просто качество продукта размер аудитории удержание тарифа сами апсторы они так сможешь чтобы ну всякое говно но не поднималось вверх то есть и чем более качественно приложение тем не выше шанса что сам мобсор начнет его поднимать то есть как ты не оптимизирую говно то есть она не всплывет в отличие от обычного говна вручий важный параметр помимо того где ты находишься по кейвордам это какая величина конверсии твоей страницы то сколько людей которые увидели твою страницу перешли в install это все его статистику можно увидеть в в инструментах апсторов вот но и злойка она как бы это и так понятно что вот так первый вывод выглядит конкурирующая фирма ниже вот так вот вот так вот выглядит окно окно апстора на айфоне то есть и примерно там может быть 90 процентов людей принимают решение поставить или не поставить приложение вот когда они видят вот это то есть они не смотрят больше ничего и потом когда вы хотите понять будет вас ставить или нет нужно понять что люди примут решение только вот на основании этого вот и соответственно нужно оптимизировать то что они видят то есть это иконка название даже название компания очень сильно влияют оценки то есть чтобы было много звездочек чтобы было пятизвездочное в общем сильно влияют эти картинки как это все сделать правильно на самом деле да никак надо просто сидеть и постоянно постоянно искать абэ тестами искать все рабочие варианты то есть каких-то подходов здесь универсальных нету очень важно для того чтобы взращивать свое приложение очень хорошо понимать свою аудиторию на самом деле аудиторию невозможно понять вот находясь полностью вот только на той стороне то есть глядя на аудиторию через метрики или глядя на аудиторию через какие-то там показатели из аналитических систем потому что это кажется такая посмертная информация да то есть чтобы понять то есть она никогда вам не скажет что у вас чего-то не хватает потому что вы не видите вас этого нету и соответствующих метрик вы не увидите чтобы понять продукт нужно работать живыми людьми вот реально нужно работать живыми людьми то есть мы например как мы это делаем мы исследуем группы то есть мы вызываем периодически вот таких совершенно живых тетенек причем специально там совершенно разного распределения не обязательно молодых продвинутых айтишниц даем различные задания и фиксируем как они используют приложение также делаются различные исследования вот под на наше исследование в котором показано мы исследуем почти 500 человек типа например того почему они используют приложение такого рода а также что им там нужно в этих приложениях ну то что самое главное для для женщины по их ответам это они планируют жизни при помощи этого и не хотят понимать о своем здоровье но также там тоже есть ряд причин то есть взаимодействовать живыми пользователями это крайне важно никакая аналитическая система у нас в этом приложении вообще написано своя собственная аналитика чтобы разбирать все сегменты ну в совершенно в любом разрезе не даст той информации которая даст взаимодействие с живыми пользователями я говорил что почти никогда не у не удается сделать такой план чтобы он сошелся никогда есть скорее важна методология как работать с тем что у тебя не получается поработать нужно очень просто то есть если что то не получается нужно понять что работает и скорректировать то что не работает и делать большое количество попыток пока не найдется это как точке b может вести не одна дорога к ней может вести очень много дорог их нужно искать вот скажем пример этого это тоже вот картинка из моей презентации год назад год назад мы думали что у нас будет группа из четырех приложений которые может между собой будет обмениваться трафиком то есть одно приложение типа простой период лекер медицинский период календарь женский календарь беременности и календарь ребенка но потом мы поняли что эта концепция она ущербна по некоторым вещам например в том что теперь переходе ее просто очень тяжело поддерживать и при переходе между этим приложениями будет теряться очень большое количество кольцев песок поэтому мы пришли к тому что мы сейчас создаем продукт который будет фактически выступать как эта группа приложений но в рамках одного приложения то есть он будет переставиться зависимости от жизненного цикла женщины то есть он будет разным во время беременности он будет разным как это для тинейджеров разным для женщин которые готовятся к беременности как по контенту так и по составу функции весь этот переход он будет происходить очень мягко и динамично то есть чтобы как бы как органичное перестекание из одной формы в другую и благодаря этому эти приложения можно будет пользоваться фактически от начала первых месячных то есть лет с 12 до наступления именно пауза то есть все 30 лет лет сильного периода вот здесь на этом на этом слайде это последний слайд это сейчас ездил в сша мы находимся процессе открытия офиса в сша и наша задача с принести весь наш бизнес development в сша и иметь там ну соответственно американский менеджмент одно из моих упражнений там с моими адвайзерами было написать миссию вообще написать по нашу ценность вот я написал такую миссию я объясню ее простыми словами существует все сша особенно очень хотят превентивную медицину потому что ну уже 20 процентов ввп медицина дорого все страховые компании страдают из-за того что человек сходил лишний раз к доктору сгорела вся прибыль но в чем всем плохо все хотят чтобы люди поменьше болели побольше поменьше тратили на медицину в основном прямо много проектов по превентивной медицине соответственно но основная проблема что пока где-нибудь не схватит никто ничему не хочет учиться никто них чего не хочет никак себя менять то есть начиная семья только когда уже поздно и вот у фло есть одно уникальное особенность то есть женщины и могут пользоваться и они пользуются у нас очень хорошие тэнш на в течение десятилетий и у нас есть возможность в рамках этого показывать очень персонифицирован то есть основана на ее данных очень ненавязчивый очень никабы не массовые советы и иной контент который будет постепенно в течение лет обучать эту женщину быть более осознанной по отношению к своим сигналам и соответственно это как бы такой очень естественный способ преодолеть эту проблему превентивной медицины что никто не хочет ей заниматься пока ну грубо говоря них прихватит соответственно вот мы сейчас завершили раунд и мы сейчас находимся очень активном процессе подбора персонала на данный момент мы нуждаемся в нескольких технических специалистов в ios разработчиках в android разработчиков backend разработчиках вот мы ведем очень хорошие условия с возможностью соответственно работать в будущем в этой в международной компании с американским менеджментом и сейчас процессе того чтобы переносить все бизнес функции в американский офис это возможность участвовать в создании одного из немногих реальных международных успешных продуктов поэтому прошу обращаться по указанному адресу спасибо может есть какие-то вопросы мы сейчас его не монетизируем и это наша абсолютно принципиальная позиция да потому что мы запускали много продуктов и мы сделали однозначный вывод что монетизация ранних стадиях это абсолютно зло потому что гадагода содержишь модель Typically начинаешь следить за метриками монетизации и для 2023 настать продукт не в пользу не в сторону пользы для пользователя теперь здесь не следующие за метриками которые показывают пользу для пользователя а вы одежды что метриками повышения монетизации да соответственно если тебя продукт еще ну не классный 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 вводить монетизацию очень вредно, потому что эта монетизация, она, например, команда влечет, в этой она просто идеологически, то, что у человека может быть только один фокус, она ведет продукт от ценности к пользователю к деньгам. И, соответственно, для длинных задач это очень плохо. Но, естественно, что у нас есть четкое видение, каким образом мы на этом будем забраться деньги. Но я скажу, что реально у нас сейчас уже 8 миллионов месячная аудитория, примерно 30% это США и Канада, и у нас это 100 миллионов сессий, это постоянно все. Даже если тупо врубить рекламу, ну, просто сказать, типа потеряли надежду, врубаем рекламу, это где-то 500 тысяч в месяц, и несложно посчитать на пальцах, сколько это может принести даже на обычной рекламе, не говоря про что-то другое. Но такой нет задачи, потому что задачи совершенно другие. Задача создать крутой продукт с очень большой аудиторией, а монетизация это то, что должно делаться на поздний стадий, если ты себе это можешь, конечно, позволить. Давайте я тогда спрошу. У вас был вот цикл развития продукта, там от скейта к автомобилю, вот скажите, на ваш взгляд, в какой момент нужно наливать трафик, условно говоря, переходить от органики к покупке трафика? И как вы вот для себя тоже решили, что вот хватит органики, давайте мы будем переходить к трафику? И второй там короткий вопрос. У вас на одном из слайдей rolling retention за следующий период меньше, чем за предыдущий, ой, вернее, больше, чем за предыдущий. То есть, ну, условно говоря, январь больше декабря, что вроде как не может быть из доклада Яндекса. Вот вопрос к этому, к Фларе, к Яху, да, Яха она такая, да, вот, но оно соответствует, действительно, у нас где-то примерно до 50% падает в течение нескольких первых месяцев, потом на уровне 50% аудитория держится. То есть чарны очень маленькие после этого. Вопрос был про то, когда вырубает трафик. На самом деле универсального ответа на это нет. Во многом этот вопрос привязан к целям и к тому, когда появляется монетизация. Например, если у вас появилась сходу монетизация и вы можете там свести костюмер-акквизишн-кост с вашим LTV, да, то, пожалуйста, хоть с первого дня это только на пользу. Если у вас монетизации нет, ну, вопрос тут более дискуссионный, потому что скорее я бы использовал этот трафик для того, чтобы раскачивать органику и для того, чтобы проводить АБ-тесты. Потому что, например, чтобы сделать органику, например, нужно протестировать на большом объемном, достаточно статистическом количестве людей, например, ту же страницу. А если у вас нет сейчас органики, как вы ее протестируете? То есть вам все равно нужно купить какой-то объем, что вы получили какие-то метрики и поняли, как вам улучшать страницу. Поэтому на ранней стадии более правильно использовать все деньги по то, чтобы увеличивать органику, то есть через прокачку кейвордов, через улучшение страницы, через улучшение продукта, но не для прямой закупки, потому что в этом нету какого-то большого смысла. Можно еще вопрос? Вы сделали приложение для часиков. Вопрос зачем и вопрос, что вам это дало? Ответ на первый. Рассчитывали, что за это фичеринг будут, второй нифига не дало. Я понял. Спасибо. Еще есть вопросы какие-то? Давайте тогда поаплодируем спикеру.